МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале ЧИТСУ. Здравствуйте! В студии Одина Смогулова, судьба-перевод Марата Жумовекова. И в начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это станет возможным за счет увеличения посевных площадей сладкой культуры до 40 тысяч гектаров. Для реализации столь амбициозных задач необходимо вести в строй еще два сахарных завода. Специальная комиссия совместно с инвесторами начала технический аудит простаивающих предприятий. Об этом сообщил сегодня глава Алматинской области Амандык Баталов в ходе правительственного селекторного совещания с участием заместителя премьер-министра Романа Скляра. Алматинскую область можно по праву назвать свекловодческим регионом. Еще семь лет назад площади посева сладкого корня составляли немногим более тысячи гектаров. А в текущем году они увеличены до 16 300 гектаров. Активность сельхозкультуру аграрии стали совсем недавно. Но именно после того, как в регионе после модернизации заработали сахарные заводы в Коксусском и Аксусском районах. В прошлом году на этих двух предприятиях переработали 550 тысяч тонн сырья. Теперь поставлена задача довести этот показатель до 2 миллионов тонн. Для этого в Алматинской области планируют модернизировать еще два сахзавода в Искальдинском и Алакольском районах. Алакольский сахарный завод, который мы тоже хотим возобновить, у него мощность где-то порядка тоже 500 тысяч тонн, не менее должно быть после реконструкции. И Харабласский сахарный завод, у него мощность, он всю жизнь работал на сырце, а сейчас надо, чтобы он на сахарной свекле работал. И тоже где-то порядка надо 500 тысяч тонн переработки. Мы готовы полностью. В область прибыла правительственная рабочая группа, которая изучает возможности для увеличения объемов производства сладкого корнеплода, включая земельные и водные ресурсы, материально-техническую базу и все необходимое для достижения поставленной цели. Заместитель премьер-министра подчеркнул необходимость реализации задач по обеспечению импортозамещения, одна из которых – развитие свекловодства и переработки. Роман Скляр также отметил, что для обеспечения финансовой поддержки необходимо своевременно подготовить соответствующие расчеты и документацию. Я сейчас сроки не буду в протоколе ставить. Определимся по дорожной карте. Но качественный документ должен быть дорожной карты с указанием этапов. Всех этапов абсолютно. И по проектированию, и по выделению средств, по разработке фейлок. Проектно-смертной документации, где это необходимо. И по реализации привлечения инвестиций, финансирования и прочее. Дорожная карта должна быть объемной, она много сфер охватывает. Амандык Баталов поблагодарил вице-премьера Казахстана за оказанное доверие и поддержку в области на республиканском уровне. И отметил, что благодаря помощи правительства была восстановлена Казалагарская плотина. В настоящее время там собрано 30 миллионов кубических метров воды. С ее помощью в оборот будет введено более 7 тысяч гектаров поливных земель. Есть возможности и для дальнейшего расширения. Глава Алматинской области дал поручение ответственным лицам для реализации этого плана. Вторая часть – это восстановление ирригационных сетей. Понимаешь, увеличение площадей. На сегодня мы имеем всего 16 тысяч гектаров. Мы его должны довести к этим 16, еще 36. Вот вы должны все расписать, где это, в каком районе, как, за счет чего. Кроме этого, параллельно еще 5000 гектаров за счет ДДУ, дождевальный аппарат. Где, на каких площадях это можно применить и откуда, какая вода там, резервуары или там скважины. Подводя итоги совещания, Мандык Баталов отметил необходимость разработки региональной дорожной карты, которая охватит все проводимые мероприятия, включая инвентаризацию земель, внедрение водосберегающих технологий, модернизацию растительных сетей и прочие необходимые меры. Талдыкурганский регион с давних пор специализируется на возделывании сахарной свеклы. Здесь выращивание сладкой культуры продолжается от одной трудовой династии к другой. Поэтому, думаю, что в нашей области не возникнет проблем с достижением поставленного тоннажа в 2 миллиона тонн, резюмировала Кимобласти. К слову, в целом, производство сахарной свеклы в стране планируется довести до 3,5 миллиона тонн. Из них 2 миллиона тонн приходится на Алматинскую область, полтора – на Жамбылскую. Евгения Присяжная, Жасулан Ченгинжинов, телеканал ЖТСУ. Имя общественного деятеля и публициста Барлабека Сыртанова присвоили школе номер 25 города Талдыкурган. Сегодня первые 72 выпускника получили аттестаты об окончании школы с новым именем образовательного учреждения. В торжественном мероприятии приняли участие и сами потомки именитого житесутца. В этом году вручение аттестатов выпускникам школ также проходит в период пандемии. Поэтому и на этот раз праздник организован на свежем воздухе с минимальным числом приглашенных, соблюдением всех карантинных и санитарных норм. Тяжелый период никак не сказался на знания учеников, отмечают учителя. Сегодня среднюю школу ребята оканчивают с большим успехом. Год выдался нелёгким. Учились то дистанционно, то оффлайн. Тем не менее, наши ученики показали хороший результат на ЕНТ. Все дети одарённые, горжусь ими. Желаю выпускникам светлые дороги и удачи. Чтобы они стали хорошими специалистами в будущем, и мы с гордостью говорили, что это наши выпускники школы имени Барлабека Сыртанова. Для меня, как для первого выпускника, обладателя Алтенбельга, большая честь оканчивать школу имени Барлабека Сыртанова. В том, что я с отличием окончил школу, конечно, это прежде всего заслуга наших преподавателей. Хочу выразить огромную благодарность педагогам, которые вложили в нас всё самое хорошее и ценное – знание и душу. На основании постановления Акима Алматинской области Аманды Кабаталова от 31 декабря 2020 года школе присвоено имя известного общественного деятеля. Сегодня состоялась торжественная церемония переименования. В честь мероприятия ученики подготовили подробную фотопрезентацию о жизни и деятельности Аллашардинца. Подготовили речь. Некоторые написали арнау – стихотворение собственного сочинения про публициста. То, что в школе присвоили имя Аллашардинца Барлубека Сартанова, порадовало всех нас. Я сам окончил школу имени Сартанова в селе Арасан. Написал про него четыре книги. В будущем хотим в данной школе открыть кабинет музея общественного деятеля. Также в планах одарённым ученикам ежегодно выделять стипендии имени Барлубека Сартанова. В своё время он знал восемь языков, был человеком с высоким IQ. Желаю, чтобы и в этой школе учились и выпускались такие же грамотные, способные, с высоким потенциалом ребята, болеющие за родину. Конечно, рады, что именно этой школе дали имя Барлубека Сартанова. Ведь здесь учатся 1200 учеников. Если молодое поколение будет знать именитых людей, внёсших вклад в развитие ЖТСУ и в целом казахского народа, это только радует. О Барлубеке Сартанове написано немало книг, статей в газетах и журналах. Сегодня его именем названы село в Аксусском районе, улицы в городах Талдкурган и Талгар, а также школа в селе Арасан Аксусского района. Пану Симбекова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. 30-е юбилейные последний звонок прозвенел стена школы номер 19 имени Макжана Жумабаева. В честь знаменательной даты в учебном заведении открылась аллея выпускников. Её украсила символичная стела с 11 ласточками и книгой. Какой в ней заложен смысл, узнавал Алексей Цой. Смысл этой архитектурной формы простой, но весьма глубокий. 11 ласточек означает 11 лет обучения в школе, а сама птица – упорный труд, благодаря которому птенцы окрепли и теперь могут покорять новые вершины предстоящей жизни. Книга – символ знаний и ума. Аллея выпускников появилась благодаря родителям и учителям. Я думаю, что это хороший знак для школы и всех тех, кто здесь учится и учился. Теперь выпускники всегда будут помнить родные пенаты, и эта аллея будет напоминать беззаботные школьные годы. Открытие аллеи ознаменовалось сразу двумя крупными датами – 30-летие независимости Республики Казахстан и 30-й последний звонок. Выпускники облагородили территорию, посадили цветы и деревья. Я хочу выразить свою огромную благодарность нашей школе, нашим учителям, моим родителям, близким, родственникам. И я хочу, чтобы мы все достигли вершин и никогда не унывали и шли только вперед. В этом году школу-гимназию окончили 78 выпускников. Шестеро из них – обладатели почетного звания Аутенбельга. И еще пятеро с аттестатом особого образца. 17-й трудовой сезон молодежного проекта «Жасл-Ель» стартовал в Алматинской области. Торжественное мероприятие прошло в городе Капшигай. В честь начала нового сезона юные активисты очистили побережье городского пляжа от мусора. Молодежный проект «Жасл-Ель» с каждым годом объединяет все больше молодых активистов по всей стране. В этом году его участниками стали порядка двух тысяч жителей региона. «Зеленый десант» задействует в благоустройстве и озеленении территории области. В торжественном открытии 17-го трудового сезона приняли участие заместители Акима Алматинской области Арслан Дандубаев и глава города Капшигай Нурлан Куматаев. В прошлом году в ряды студенческих строительных отрядов трудоустроены 430 молодежи категории НИД. На общественных работах было задействовано 317 молодых людей. В прошлом году, объявленным годом волонтеров, это движение получило самую высокую поддержку на государственном уровне. Со своей стороны мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку нашей молодежи. По поручению Акима области планируется строительство зданий центров обслуживания молодежи во всех районах и городах нашей области по образцу областного центра. Уверен, это обеспечит новый импульс для всестороннего развития нашей молодежи. Начало трудового сезона волонтеры провели на городском пляже города Капшигай. Здесь они провели эко-акцию «Тазажа-Ала». Как отмечают сами волонтеры, участие в проекте – это возможность трудоустроиться в летний период, получить определенный опыт и внести весомый вклад в чистое будущее нашей страны. Вступить в ряды активистов могут молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. «Хотим привлечь внимание молодежи, чтобы они также держали наш пляж, нашу землю в чистоте. Замечаю, как загрязняется наша планета. Я хочу, чтобы наше поколение жило в чистоте». Как отмечают командиры трудовых отрядов, реализация программы «Жасл-Ель» нацелена побуждать экологоэстетическое воспитание у молодых людей, формировать энтузиазм и стремление к работе. А повышенное внимание молодежи к данному проекту позволяет из года в год достигать положительных результатов в экополитике страны. Ежегодно в Алматинской области более 10 тысяч отзывчивых граждан приходят, чтобы сдать кровь и спасти чудо-жизнь. 14 июня, в Международный день донора, число добровольцев значительно возрастает. Вместе с ним растет и число спасенных соотечественников. Сдав кровь, донор помогает не только пациенту, который ее получит, но и себе. Научно доказано, что данная процедура способствует обновлению организма и профилактике многих видов заболеваний, нарушений пищеварения, деятельности поджелудочной железы, печени и ряда других. Постоянные доноры, которых в Алматинской области несколько сотен, давно ощутили омолаживающий эффект этой процедуры на себе. Я являюсь донором уже более пяти лет. Столько же наша организация «Красный полумесяц» сотрудничает с Центром крови. Мы ведем информационную работу и помогаем найти доноров. Это ведь двойная польза. Возможность помочь людям, даже спасти счет и жизнь, и в то же время обновить свой организм. Особенно это актуально в пандемии коронавируса. Регулярное донорство помогает сохранить кровь в здоровом состоянии и не дать ей загустеть. Давайте вместе делать добро и помогать себе и другим. Как-то первый раз у меня подруга заболела, ну и нужна была кровь. Я пришла, сдала ей. А потом как-то, ну, спасти, может, кому-то жизнь, может, кому-то необходима кровь. И все. Я стала сдавать раз в три месяца. Прихожу, обязательно сдаю кровь. Вообще, каждый может стать донором. Приходите, пробуйте, потому что, ну, от вас ничего не убудет, а людям возможно спасти жизнь. Поддержать эстафету добра решили также государственные служащие области. Наша обязанность – помогать народу. Сегодня мы решили сделать это не только через свою работу, но и став добровольцами на сдачу крови. Так сказать, не в службу, а в дружбу. Делятся они. В честь Всемирного дня донора мы пришли принять участие в акции «Стань донором, спаси жизнь». Чтобы больше людей, наших соотечественников, борющихся с опасными недугами, получили возможность исцелиться от болезни и вернуться домой к семье. Как сообщают врачи, сдать кровь – значит провести профилактику от сахарного диабета, онкологических и многих других заболеваний. Стать донором может каждый совершеннолетний гражданин страны. Выражаю огромную благодарность всем донорам, которые пришли сегодня и помогли нам исцелить многих пациентов и спасти многие жизни. Активное участие принимают не только жители Талдыкургана, но и других регионов области. Норма, сдаваемая одним донором крови – 450 миллилитров. Ежегодно добровольцы Алматинской области помогают собрать порядка 7 тысяч литров крови, которая позднее распределяется между 40 медицинскими учреждениями региона, чтобы помощь неравнодушных граждан мог получить каждый в ней нуждающийся. 20 лет подряд известный казахстанский хирург Нурлан Арын проводил мастер-классы для молодых специалистов с Арканской центральной больницы, где учил их тонкостям и новейшим методикам вращивания с использованием современного оборудования. Одновременно с этим он в буквальном смысле дарит жизнь тяжелобольным пациентам, причем абсолютно бесплатно. Подробности в сюжете. Терапевт, который умеет оперировать. Вот так скромно называет себя Нурлан Арын – универсальный солдат врачебного мастерства. Каждый год на протяжении 35 лет он в буквальном смысле исцеляет пациентов от самых разных болезней, будь то поражения сосудов, либо удаления зоба. Хотя начинал свой трудовой путь детским доктором в одной из районных больниц Семеречья. Тяга к постоянному самосовершенствованию и любви к анатомии помогли ему стать без преувеличения. Многопрофильным специалистам. Я помню до сих пор, я приехал к детским хирургам, там привезли с наживым ранением в сердце. Это была первая операция. Я быстро сделал, буквально через некоторое время я уже ассистировал акушером на родах кесарево-сечении. Это мои первые операции молодого хирурга. И вот так оно и дальше пошло. Многоуважаемым и известным на весь Казахстан его сделала не только любовь к хирургии, но и чувство патриотизма и родительское воспитание. В знак благодарности родителям и родному городу Сарканду он организовал так называемую акцию благотворительных операций. Ежегодно на протяжении 20 лет высококвалифицированный хирург приезжает сюда, чтобы прооперировать тяжело больных пациентов. Причём совершенно бесплатно. Как говорят местные жители и медики больницы, Нурлана Рын – поистине врач с большой буквы. Обучению новым методикам и тонкостям врачевания рады не только молодые хирурги. Подобные мастер-классы – ещё один повод совершенствовать свои хирургические навыки и врачам с опытом. Ведь, как говорится, век живи, век учись. Он, когда приезжает, учит наших молодых хирургов нюансом операции. И делает такие операции, которые мы в районных больницах не делаем. Поэтому мы подбираем людей, выбираем пациентов, которые тяжело ехать в большие города. И он именно их смотрит и помогает. Причём бесплатно здесь, в районных больницах. Вот таких операций мы каждый год делаем. В течение, иногда бывает, что год-два раза. Добрый жест метрохирургии позволил не только вылечить тысячи пациентов с серьёзным диагнозом, но и стал своеобразной школой для медиков всего региона. Как итог, уровень оказания медпомощи на должном уровне. Соответствуя современным стандартам и оснащённость самой больницы, единственным нареканием можно отметить нехватку квалифицированного персонала. Впрочем, сами медработники на проблему не жалуются. Преданные делу и преисполненные желания помогать людям, каждый из них освоил несколько специальностей. Одина Смогулова, Айдос Калиев, Телеканал ЖТСУ. Подведены итоги первого республиканского турнира по мини-футболу, посвящённого памяти известного казахстанского журналиста Бесену Куранбека. В состязаниях приняли участие восемь футбольных дружин. Команды сформировали представители электронных и печатных СМИ из пяти регионов страны. В честь Алматинской области отстаивали работники телеканала ЖТСУ и областных газет. Свой трудовой путь Бесен Куранбек начал с работы корреспондентом республиканской газеты «Спорт». В дальнейшем связал свою жизнь с казахским телевидением. Был ведущим популярных социально значимых программ и шоу. С октября 2014-го был назначен генеральным директором Алматинского областного телеканала ЖТСУ. В этой должности он проработал последние шесть лет своей жизни. Лауреат президентской премии, своим трудом и беззаветным служением профессии завоевал любовь и уважение миллионов зрителей. Добрый, честный, справедливый и невероятно талантливый. Таким его помнят друзья и коллеги. Этот турнир организован администрацией телеканала ЖТСУ в память о нашем коллеге Бесене Куранбеке. Он был очень хорошим человеком, профессионалом своего дела. Светлый образ Бесена Куранбека навсегда останется в наших сердцах. Отрадно, что на наше предложение откликнулись не только работники местных средств массовой информации, но и журналисты, представляющие газеты и телевидение города Алматы, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Казавардинской областей. Целью турнира является не только пропаганда здорового образа жизни и развития массового спорта, но и установление сотрудничества и дружеских отношений среди работников средств массовой информации. В соответствии с регламентом матчи прошли в два тайма по 30 минут на стадионе ЖТСУского государственного университета имени Илья Сажен-Сугурова. Все участники – не профессиональные футболисты, а большие любители игры номер один. Тем не менее, футбольные баталии журналистов были полны спортивных эмоций, энергии и креативных комбинаций. По итогам противостояния лучшей стала команда города Алматы. В финальном поединке ей удалось одержать уверенную победу над игроками Тараза со счетом 5-0. «Я, конечно, рад, что мы победили, но результат здесь на второстепенном месте. Главное – общение друзей, возможность снова встретиться и поиграть вместе. Горжусь тем, что могу почтить память такого известного казахстанского журналиста, как Бейсен Куранбек, своим участием в этом турнире. Я его знал лично, как и многие из участников. Могу без преувеличения сказать, что этот талантливый человек внес огромный вклад в развитие казахстанского телевидения». Победители и призеры были награждены ценными призами и грамотами от организаторов турнира. Также были определены победители в различных номинациях, таких как «Лучший игрок», «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». Организаторы планируют придать соревнованиям статус традиционных и в дальнейшем расширить их географию. В минувшие выходные в городах нашей страны состоялись матчи 15-го тура казахстанской премьер-лиги. Профессиональный футбольный клуб «Житусу» Абутинск области сыграл дома с Актаусским Каспием. Поединок начался с атак семереченцев, но как они не старались отправить мяч в ворота, сделать это им так и не удалось. Теперь у Каспия 23 очка, и он поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Житусу» с 10 баллами остается на 12-й позиции. Всего у дружины Рината Алюетова 4 победы, одна ничья и теперь уже 10 поражений. Про нашего главного тренера, ну он молодой тренер, но надеемся на его, что он сработается, поднимет нашу команду. И мы еще раз повторяю, от всех болельщиков мы нашу команду любим и на каком он месте ни был бы, мы всегда остаемся за нашу команду. Спортсмены Алматинской области завоевали еще две лицензии на предстоящие 32-летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Одной из них теперь обладает тяжелоатлет Игорь Сон. Серебряный призер чемпионата мира прошел отбор по континентальной квоте, набрав достаточное количество рейтинговых очков на соревнованиях со специальными статусами. А нашему именитому легкоатлету Ивану Иванову путевку на Олимпиаду принес международный турнир, прошедший в Бишкеке. В толкании ядра он показал лучший результат – 21 метр 11 сантиметров. Всего в копилке нашей сборной уже 11 олимпийских лицензий. Среди тех, кто будет защищать честь страны, 4 лучника, 1 борец греко-римского стиля. А также представители спортивной ходьбы, велоспорта и гребли на байдарках. До 1 июля планируется участие еще в 15 лицензионных турнирах и чемпионатах, где наших атлетов ждут новые победы и рекордные результаты. Нами созданы благоприятные условия для качественной подготовки национальных сборных команд и отдельных спортсменов к участию в лицензионных чемпионатах и завоеванию олимпийских лицензий. Наши спортсмены обеспечены всей материально-технической базой, начиная от спортинвентаря, заканчивая физкультурно-оздоровительными комплексами. Считаю, что все эти меры будут способствовать достижению нашими спортсменами хороших результатов. Продолжение следует... Продолжение следует...